Сергей Корсов из Самары под свиданием ММСМ Сергей Корсов из Самары под свиданием ММСМ Сергей Корсов из Самары под свиданием ММСМ Значит, значение шума. Ну, тут, в принципе, вдаваться подробностям, наверное, всем я не буду, потому что это очень долго займет времени все рассказывать. Я сразу просто как-то встроить в композицию, например, ну, как все это компоновать, чтобы это звучало более насыщенно. Там значение шума. Одно просто, а другое в скобочках. Ну, это зачем-то сделали визуально, чтобы, не знаю, для чего-то сделали. А, я знаю. Это повтор. Можно как раз вот здесь выяснить? Дело в том, что вот эта колонна, посмотри, у нас либо смещение шума, либо смещение огибающей. И вот именно смещение шума, оно задается в массе. Оно дублируется одинаково. Да, если он дублируется, а если знак минус поставить? Если минус поставить. Вот. А, ну, то есть здесь можно еще и шум, но я не боюсь. Да, вы знаковый или безнаковый показываете сразу? Ну, все равно, пока он возвращается. Я этим не пользовался, поэтому объяснять не буду, зачем это было сделано. Никто этим не пользовался. Да, только вот эта вот скобочка. Главное, это никто. Я для меня это вообще не знаю, зачем. Ну, там, некоторые пользовались. Пирогу все вопросы. Ладно, поехали. Допустим, начинаем, как раньше, в 94-й годах, музыку там, слушай, да, писали. Вот так вот, по простому, басовую линию из четырех тональностей, да. Три песен. Вот, потом нам хотелось что-нибудь там добавить, какие-то аккортики. Сейчас мы начнем аккорда добавить. Ну, в те времена все знают, слышали какие-то подобные мелодии. Меня собрали. Потом ударнички захотелось. Три канала как-то закончились. Три канала мы запомнили. Больше нам... Да, еще обычный канал. Некуда писать. То есть, если на мелодии не напишешь, ничего, ну все. Можно, конечно, вот так вот еще добавить, какие-то нас еще нет. Все, что мы можем сделать в этот момент, поэтому заполнили. Ну, это не важно сейчас. Потому что делаешь четвертый год. Ну, так, допустим, тарелочки добавили. Все, как у нас на это все остановилось. Как же дальше поступать. Вот показываю, то есть, с пятого у нас начинается такая штука. Я сейчас ударный выложил, ну, ударный кик. С нейр, то есть, удар рабочий, там называется бочка. Вот они здесь идут. Как бы нам их вот спрятать в один канал вместе, допустим, с басом. Вот с этими, да? Вот они вместе тут, с ручья. Ну, смысл в том, что мозг воспринимает выстрелик, когда звуки меняются, перемена. Он, ну, это, так сказать, маскируется, что ли, до слуха. Поэтому следующий паттерн, мы все это кладем, как бы накладываем эти, то, что канал был в А, в канал Б просто поверх. Вот тоже самое в канале Б. У нас канал там освободился. Ну, там. Так, ну, седьмой. В принципе, сейчас понятно, да, как все произошло. Вот. Когда он освободился, добавляем мелодий с первого. Там, ну, сейчас с ключом. На сильной доле сейчас болтанчик, да? На сильной доле паски. Ну, да. Ну, да. Он, как бы, это, маскируется удар бочкой, потом снейр. Вот, на самом деле, снейр даже вот тут, вот он сейчас, если покажу, вот так это сделать. Вот, он тоже вроде прерывается, а можно у снейра даже еще одну ноту убить вот здесь, в этом месте. Так, сейчас надо видеть, чем убивать. Вот эту ноту убить, и мозг будет воспринимать все равно, будет казаться, что нормально звучит. Как бы он не замечает, прости, этого перерыва, потому что снейр именно этот удар заполняет как бы... Такая хитрость. Дальше что, я делаю, допустим, по-моему, логию? Просто, ну как, не затягивай, каждый сам трекл будет, я просто на вас ставлю пример. Первое место! Ну, опять же, здесь такие перегивки, можно, вот пока там ноты, какая-то тема не играть, можно в канале А, отпустим ударный таблик. Вот они сейчас здесь у меня звучат, вот. Допустим, где свободные места есть в каналах, можно переиграть куда-то добавить. Ну, вот так же, пойдем. Послушаем. А, тогда еще не забыл. Сказать то, что в начале, вот этот канал, допустим, он звучал по-простому, вот без этих вот добавлений. Просто я добавил, допустим, ну, как разнообразие, можно даже только на октаву добавить эту же нотку. Ну, надо я октаву поднять. Оно то есть разнообразие уносит. Нет такого, постоянно толпы, 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 одно и то же ноты. Как в начале вот этого, допустим. Вот так вот, допустим, скучно зазвучит. Это вам все еще. Можно вот эту ноту, допустим, поднять на... Давай премера! Там хэт, потому что там хэт в начале как-то ноты. Ну, то есть вот так можно набрать, даже такие простые эти дышины. Так, на что остановились, сейчас вернусь. Ага, это здесь, это два. Одну мелочь мы добавили здесь, здесь и на 7-8. Вот, сейчас в данный момент мы добавили. Вот в этом методе, что удобно, мы в басе используем тон. У нас огибающая свободна для написания. Эта огибающая как... Ну, она специфически звучит. Можно в ней писать всякие темы, допустим, вот так. Так, вариант. Она интересно добавляется, то есть в основную нашу картинку. Ну, соответственно, примените. Ну, тут вот можем даже вот так-то эффектики применить, но это я не знаю. Отдельно надо рассказывать по всем. По всем. У нас с четвертого года. Ну, да. Вообще. Ну, вот так вот, допустим, так получается. Не просто оставить баст один и тот же. Еще вот так вот было сделаться. Вот. Как можно напразить мелодию, допустим, которая нас до этого играла. Да, просто она там, обычными нотками. Здесь, допустим, мы сейчас дополняем слайдами. То есть переходы от нот к ноты. Такой эффектик есть. Допустим, надо этого умау вот так вот сделать. Вот от ноты к ноты переход. Мы, как в некоторых местах, но это, опять же, логически, где-то где хочется, бывает интуитивно, понятно, где надо поставить этот переходик. Вот этот вот переходик, то есть он уже пьяненький такой звук добавляет. И плюс еще я добавил орнамент, то есть он уже не просто тоном, а с таким призвучным образом. Сейчас так, что делаем, допустим, можно добавить еще где-то на этот же, ну это вот часто в моей музыке постоянно заполнять этим делом. Так, заполняется пространство между лотами, то есть повторяем. Я бы постеснялся такой выставки. Сказали бы, что спел. Вот. Главное, главное им технику, а саму мелодию не надо ничего. Теператив, как я пишу, не надо, надо понять просто смысл. Вот. Причем, как я делаю эхо в основном вот это, да, ну вот здесь. Ну вот, допустим, у нас такая мелодия простая. Как нам сюда ехать добавить? Берем, смотрим, вот А4, у нас нотка есть, и Д5. Здесь у нас пространство с собой есть. И они, как бы, вот очень быстро повторяются. То есть А4, вот здесь стоим, подсказывает нам, сверху нас стоит. И после нее уже опять Д5. И делаем это, ну, это вот, ну, как бы, добавление, тише. Да, а дальше потом ноты опять громко восстановлено, чтобы они дальше опять громко играют. Ну, можно еще ищешь, ищешь, чтобы слышать. И вот она вот так вот. То есть более цереха такой специфической. Ну, дилей, можно сказать, чуть-чуть, задержка. Денис, ищешь. Опять же, опять же с молодым. Серьезно, а можно вопрос? Почему у тебя написано ВЦ, Y, B, а на строках стоит на Y? Что-что-что-что? Ну, на строках стоит на Y, а на треке написано... Ну, если бы я переключал, то скажем, можно сказать, что это как раз. Ну, не страшно, но они не слишком отвечают за них. Ну, то есть, в принципе, здесь смысл понятия, я думаю, да? Опять повторяем, и сверху опять те, что громкие две ноты идут, и повторяем в свободном пространстве то же самое. Идя у нас там, F-то. В темнотии не видать. О, фокусная пошла. Ну, вот оно, получается, таким образом строится эхо. Вот здесь я обычно некоторые, вообще, думаю, здесь вот чек-то пространство осталось, а чё можно здесь поставить? Раньше я как бы любил запомнить всё, то есть как, а почему здесь? Надо же чек-то запомнить. Я ему припомниваю. Берём, в принципе, первую ноту. А что я припомню? Первую ноту, ну, так не тотально. Как, у нас тональность же есть, первая нота нам поставить тональность мелодии, и так мы её сюда просто вставим, и всё, как будто науку. Первая, где, ну, на канале C, она ещё есть, вот как в оборотах она существует. И так же тихше делаем, и повторяем первую ноту после неё. Ну, вот так, давайте. И будет нормально тоже звучать. Ну, я не встаю ноту. Всё, поставь лев. Да. Ой, это пять. Лев. Ну, вот так вот. Ну, то есть, в дополнение эхо, оно заполняет мелодии, и вместе с ним, когда они звучат, они более насыщенные. Да, вроде сильно незаметно, когда орнамент добавляешь, оно сразу выделяется. Ну, как дальше? Мне зашипись, да. Хотя бы, для 1994 года напишите статьи. Ну, давайте подробные хотя бы, статьи восхищением. А дальше уже можно своей придумать, как бы, подходы, ну, создавать свой стиль. Ну, опять же, здесь эхо и слайды, и все вместе получается у вас мелодия уже, ну, все приёмы сзади естественно. Ну, как бы вам не Fatal Snap сейчас здесь объясняет? Ну, как бы, вам не Fatal Snap сейчас здесь объясняет? Ага, ну, все равно понять. Дальше, короче, кто больше всего прикалывается, опять же мои любимые с 15 паттерна принеслись. То есть берем аккор, который мы ставили там, там она сейчас, да и пятая была, ну вот она. Там уже опять получается трезвучие, оно повторяется, ну то есть как по канину, так... Оно в канале А написано. Нет, в канале УТО написано. В канале А оно уже написано. А, да, в канале А написано. Я ее раздавлю, как будто все там обоих колец. Нет, скажи орнамент, что там. Орнамент, показайте. Покажи орнамент, если есть. Ну орнамент, вот он пишется, 047, это на зону, то есть получается, ну если по полтонам считать, по пианино, допустим, по первой черной клаве. Вот. Берем эти три ноты и повторяем вот таким способом здесь вот. Здесь вот опять же у нас это, как объяснить-то. То есть зало требуется? Не-не-не, чтобы повтор как бы сделать вот. Здесь только вот в конце две ноты допустим. Повторяю и опять начинаю опять с первой ноты. То есть я последнюю ноту здесь, ну, она... Не кончали? Да, концентраторы не кончали, но как бы все учили. Как могли. Ты даже скрипы все рассказываешь, а? Ну короче, вот оно таким способом повторяется просто. Другой круг, другие три ноты. Другой круг, другие три ноты. Ну просто повторяется отбез вот так вот. Ну дофига все палец-то, а? Да. Дальше что, мы можем там допустим на этом теле разогнать и вверх добавить вот в эту же ампер жопу. Для визуального как бы отображения сделал в канале ВПО Кабимина, чтобы показать как оно допустим. А мы сейчас его, как сказать, упакуем в один канал все это дело. Допустим, вот, сейчас я переделал, допустим, из-за канала я сделал все в B. То есть я их наложил друг к дружбе. Вот, здесь получается, то есть у нас вот это она идет сначала, а здесь со смещением на одну единицу, то есть вот так. И здесь опять же, хитрость в чем? Если мы так повторим, я просто раз повторю лучше желательно, потому что визуально было видно. Так, там не на единичку разделить, а на 3. Так, я все выгляну. Дерните к стабилу. Вот, допустим, мы повторяем вот это вот дело. Здесь начало паттерна и отсчитываем сверху 3. Ну, задержку делаем, да. Делаем задержку 1, 2, 3. Вот мы как бы вот повторяем вот в этом промежутке. То есть они у нас будут звучать в будущем. Вставляем вот это все дело. И делаем тише, соответственно. Как это у нас тут добавилось? Можно и хадости поставить. Вот оно у нас звучит. Ну, опять же, это, как я раньше, иду вплотнее. Почему первое здесь пустое надо поставить? Что-то срочно надо. Надо D5 поставить еще раз. Как можно цепять постоянно? Ну, она вот не в тонализе будет. Будет стремно. А тут можно другую поставить. Из этого трезвучия можно любую поставить. Я и ставлю из предыдущего пата. И я тоже. Молодцы. Так. Хорошие ученики. Ха-ха-ха-ха. Что знает, да? Ну вот, дальше мы все упаковываем. Опять у нас удовольствие на день канала в этом случае. Ну, и как пример можно на басу, допустим, использовать огибающую. И добавить орнаменты, чтобы нам орнамент не надоедало, допустим, когда она просто играет монотонно под эхо 18 года, да? Вот оно вот. Если оно так слушается и повторяется с огибающей уже, оно будет надоедать звуку. А мы отвлекаем орнаментом. То есть в троплении место. Вот. Огибающий. Ну, я говорю. Орнамент, она немножко отвлекает звуку. Так и так. Меняем. Сильно отвлекает. Ну, это да. Это как обычно в цифровых даже мелодиях используется. А автоматизация. То есть она выполняет изменениями. Станет такой вот во времени. Звуку, то есть. Ну, не шок встань, что да, было одно и то же. Потому что такая музыка не подоедает очень быстро. Надо какие-то компления делаться. Ну, да. Желательно делать не один орнамент, а там. Можно два. И там. Ничего интереснее будет. То есть. Пять орнаментов. Ну, нужно переборщить. Будет там каша. Ну, все звучать, конечно, такое. Но будет стрёмно маленько звучать. Вот. Желательно придерживаться, как бы, ну, баланс, что ли. Или не знаю, как сказать. Так вот. Вот. Ну, опять же, так на гибающие нужно сейчас добавить эти же ударные, допустим, как раньше добавили наверх. Ну, сверху, в самом начале мелодии. Вот они, допустим, добавляют. Сейчас покажу вам. Вот в канале А. Специально так сделал. Так. Где у нас там? Вот мы, допустим, бочку поставили и снаервили. Какие-то они у нас хисты. Мы подставили номера сэмплов. В данном случае, ну, выгибающие. Вот. В этом случае, как бы, мелодия звучит такая, ну, приясненькая. Когда динамики нет, в мелодии она… А у тебя сэмплы такие. Ну, да. Сэмплы нормальные. Сейчас отдачу объясняю, почему так. Потому что, когда здесь прописанная гибающая, она написана на второй октаве, а бочка сделана для шестьвёртой. То есть там, ну, можно, на самом деле, нареживать, вот придумал там как торнометры подставлять, но не будем удаваться. Ну, это, кстати, не Олег Дубров. Олег Дубров. Ну, возможно, Олег Дубров. Олег Дубров, да. Не надо приплетать. Ну, вообще, не надо сэмплы вообще. Ну, будем в это, придерживаться той технологии, как я раньше придумываю. Привык просто делать. Я просто объясню, как я делал. Вот. Просто устанавливаем здесь фишку в чём. Когда на прогибающую прописываем, мы, допустим, обычно включаем автогибающую, да, и прописываем там базовую тему вот этого. Она нам сама автоматическое значение – автогибающий. Сюда вот в этой колонке она подставляет, вот. Олег нам рассказывал, там шестнадцати-регистровые… А, какой? Шестнадцати-битные, да, шестнадцати-битные. Там два регистра отвечают за это, за частоту «огибающую». И как раз в этой колоночке она вот у нас прописана. Здесь вот со сантилличной системой всё это прописано. Ну, 2F. То есть, надо сантилличную систему ещё знать. Ну, на этом случае есть одна кнопочка. Ну, кнопочка есть, надо, а можно десятичной перевести. Нет, другая кнопочка. Какая? Автнелоп. Которая вам показывает. Ну, Автнелоп, да, это сейчас вот современные вот у нас переработки трекера вот этого переделали. Сделали Автнелоп. Я, кстати, ей никогда не пользуюсь. Ну, кстати, удобно. Она прёт. А ты попользуйся, на самом деле, вам будет удивляться этого транспонирования. Она прёт, да, можно. Вот мне даже баталка на них, она прёт, было, да. Ну, она немного прёт, но… Я предпочитаю, что стеричные значения вообще во всём. Ну, я расскажу сразу, для чего была создана небольшая процессор. Она была создана для управления громкостью. Она не была создана для того, чтобы на неё так вот пилили эти басовые линии, да. Она была создана именно только управлять громкостью и тональностью, с равной этой заданной чистотой. Олег рассказывал. Ну, может, да, естественно. Вот на любой. На свободу, по-моему, лучше падать. Ну, вот она. Когда на высоких октавах, соответственно, мы понимаем, у нас математика, которая этим делителем занимается и подставляет частоты, вроде как нулируя ноты, которую мы сейчас ставим в данный момент, она не справляется. Бывает и… ну, там просто физически нет… Как бы сказать? Частоты такой, которая повторит на высоких октавах именно эту ноту. Это уже просто процессор не сможет, потому что он для этого создан. Это как бы хак звука получается. То есть мы используем функцию не для того, для чего она была придумана процессором, но как бы для другого вообще используем. Поэтому на низких частотах её можно использовать, и она там очень хорошо себя чувствует. То есть там без всяких фальшивых нот можно играть чего угодно. А то, что нужно? Вот. Ну, в этом плане. У нас как бы… У нас как бы… У меня есть пара треков. Так, ну, все нас там по этим, да, по ударным, наложили ударные. И мы опять же восстанавливаем вот эти ударные, как бы, восстанавливаем ноты, которые там были. Но выключаем при этом автономилоп, потому что мы с вами оставим… Сейчас покажу, что произойдёт. Допустим… Ну да. Вставим четвёрку и допустим автономную ноту, а нам там вот такой вот шум вместо огибающей. На самом деле там должна быть… На второй, вот такая, да, она там жила там. А мы таким что-то не поймём. Что за херня? Он больше-то ништяк, а он не больший что-то какой-нибудь. На первой, вот такой вот. Да. Вот. Мало значений. 5D поставили. Вот. То есть возвращаем автогибающую выключаем. То есть она у нас сейчас не будет подставлять себе цель. В значение. Перевозвращаем. Нормальный удар, чтобы у нас был. Ну и таким способом все это делаем. Вот. Соответственно, у нас удары не хорошо звучат. Как должны быть. Вот. Дальше что происходит… А, здесь опять же заметили на это я добавил… Это вот. Опять же это орнамент. Я прям как пример. То есть так и вот так вот. Не раздавайте. А в четвёртом орнаменте? Как когда это было? Вообще. А в четвёртом орнаменте что там было? В четвёртом? Там… Я же показываю. Там три. Мажорная. 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 Почему таким называется орнаментом? Орнаментом? Ну, не знаю, такой мелодис в составе. Ну, это тот же арпеджио. Арпеджио. Быстрый, да. Триоль какой-то. Я не знаю, как назвать. Почему именно орнамент? Ну, это… Случайте саундтрекер. Да. Саундтрекер повелась такая тема. Случайте музыкально. Я не понимаю, почему именно слово орнамент. Ну, когда вы выбрали? Потому что, в основном, вообще он не висит. Ну, а потому что… Как бы объяснить, почему орнамент? Потому что триоль, она может не только быть триоль, а можно, знаешь, придумать, как бы вот сейчас. 12 добавить там еще? Ну, вот так вот добавить. 12-7, да. Ну, на самом деле это можно и… Давайте… 12-4 еще добавить. Вообще не добавим. Ну, когда на пианино. И 19. Да. Вот, допустим, давайте сыграть… Попробуй сыграть на пианино вот такое вот. Ну, на 15 поставим. 36. 19. 19. Давайте 36 поставим. Ну, это и октавные. То есть и плюс 7 там. Как она называется? Как она называется? Не забудь только. Не помню. Сепп-деминанта. Сепп-деманта, да. Там вот такое. То есть, вот такой вот, как бы, армпежо там… Ну, можно, конечно, забить. Вот сейчас, по сравнению на синтезаторах… Да. Можно и так делать. Ну, естественно. Поэтому называется орнамент. Почему орнамент? Потому что армпежо, оно все время по кругу, как бы, может играть. А здесь можно проиграть один раз и здесь вот остановиться, допустим. Ну, так вот это, как, ну, рисунок к узору. То есть, украшение. Орнамент, это же украшение приводит к примеру. Ну, как-то, чего там украшение? Ну, да. Да. Украшение мелодии. Так оно и есть. Ну, поэтому так же повелось. И называется орнамент до сих пор. И, как бы, у всех на слуху, и привык, если говорить – орнамент, орнамент. Я даже привык от всех времен. Но, на самом деле, это армпежо. В современном, этим, да, в судите, то, опять же, писать завтра, тем же самым. А я же с тобой цитирую. Так, дальше, что у нас пошло здесь сейчас? Ага. Дальше мы что делаем? Можно добавить, допустим, а, освободить канал. Да? Один. Вот у нас все играет. В канале C у нас. Допустим. Допустим. Вот дотягиваться, выключить эту сцену, как Пэн. А нам, например, лодить. Сидящий вот этот картинок. Давай, как? Мы потом берем вот это, то, что нам звучало там, и верну нотами вместо Эхо вставляем в канал Б. Заполняя, как бы, обманываем слух, конечно. Слух думает, что, блин, что-то как-то, ну, походу, но что-то изменилось, да? Допустим. А, ну-ну, Б туда вшел. Вот. И все вот это у нас получается уже у нас для темы канал свободный. Да. 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 Так, вот. Вот. И все. Здесь пилотик какой-нибудь придумываем, пишем, что нам хочется. Таким образом упаковывается. Ну, опять же, здесь пилотик, я тоже самое добавил. Оно, как бы, все добавляет влага, если слушаться. Ну, а то, что, нет повторя такого, как мы встали на ком. Ну, опять же, второе место. Давай. Ахахаха. Вот. И дальше, что мы делаем? Ну, добавляем одна. А, вот так что-то, глючи начали. Важно. Кстати, я понял. На самом деле, это просто ротация. Сейчас мы привыкнем к этой мелодии, а завтра мы выберем первое место. Ахахахаха. Ахахаха. Вот. Ну, дальше еще тема. В милость добавляем там те же, что я не сделал ранее, вверх, как я раньше показывал там, да? Да, вверх. И добавляем орнамент. Ну, сейчас вот по наполнению мелодии уже грамм с нормальной. Послушаем. Так, сейчас попробуем. Вот. Несерьезно, я его разом посидел. Ахахахаха. Ахахахах. Это какое-то место дальше. Волей залунулся. Волей. 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 Ну, в принципе, на этом я думаю вот так. У кого есть вопросы, я еще давайте повернусь, повторю. То есть, что непонятно было? У меня, как решение насущного вопроса, просто, ну, так пробежались в мелком по этому вопросу и как бы всё. По поводу сочетания бочки и баса. Там в сэмплах есть... Как сделать, чтобы бочка с басом не контролитовала? Бочка, там есть бочка и нота. Да, вот сэмпл вообще не контролит. Когда я беру, допустим, я взял эту сэмпл, да, а мне не нужно, чтобы бочка менялась. А вот изменяется. Такие же вопросы. Такого сейчас нет, поддержки такого нет сейчас. То есть такого? Мы об этом думали. Мы об этом думали. Мы об этом думали, как он раскировался, то есть нота удара, как она была вся перепрописана, она так всегда играла. Единственный способ, как бы, одну ноту, а потом и кибающую по высоте. Я понимаю. Мы как бы думали эту тему, но это надо будет формат менять полностью. Вот сейчас вот, кстати, поддерживаю. Надо писать тему отдельно. Потому что у меня там, у меня там это самое, да, и все, по всей семье может быть. А я не решил эту проблему. Поэтому мне вот вам три почка. Ну прикольно вот таким вот методом. То есть вот в начале пишем форму огибающей, тему огибающей, выключаем автогибающую, и выставляем вот эти другие ноты для удара. Но смысл в чем еще бывает. Вот такая идея то, что когда, допустим, мы сейчас вот из канала, мы туда вот накладываем почку с удафными, а с урагоченными, да? Следующий вот этот патрон. У нас немножко звук какого-то сплющивается, да, но уже не так звучит. Но на самом деле, когда уже что-то мелодия дописывается, который в канал сядет свободный, оно как-то вместе уже в копии получается нормально. И надо, когда пишешь мелодию, чувствовать вот это насыщение, не терять его. Потому что пишешь так, что оно потерялось насыщение, то уже восприятие услуги какой-то, а что это как-то уже? Никто на мете пропал, как-то. Ты вроде там как пытался что-то сложить, какие-то два канала, я их делаю же писать. Ну, сейчас вот я покажу, там мелодия есть, на ней еще не узнали, я специально делаю. Да, стоит вопрос, с чего начинать, чтобы не потеряли насыщенность. За этим следить на стулу просто по, там, что-то насыщение, то есть бас, вот у тебя должен средний, там, аккордик какие-то быть. Потому что если сделаешь, допустим, вот это вот, высоко вот так вот, да? Здесь же опять вот если поднять, на автаву так, ну ладно, да? Ай, не так, секундочку. На пять-полутаров подними, офигенно будет. На семь. Я уже так делал. Вот она, допустим, вот так звучит вот, да? Еще полетней. А если там где-нибудь начнешь еще завышать больше, то уже будет стрёмно звучать. То есть, реально? Ну, там вот. Ну, как эффект можно, да, допустим, какую-то, ну, четверть, там, немного паттерки можно добавить, чтобы оно набразило немного, там, так проиграл, так проиграл. То есть, ну, будет стрёмно. Травлеатура, да, на октаву поднимается прям. Ну, Виктор, в последней версии сделает функцию, да, куда-то. Есть такая штука, трек-менеджеры. У нас с позиции, то есть, у нас здесь есть, вот вам трек-менеджеры там, да? Ну, зачем трек-менеджерам? Надо просто выделить звуки. Нет, это в последней версии, а в нормальных, которые сейчас выделены, много нет этого. Есть координации, покажите, есть трек, по темпеле, канунь, ну, вот, допустим. Сейчас, по-каку-то, там, Давайте засвечу то, что я написал, это будет в новой версии «Кортекс» и «Кортекс» добавлены. Послушаем просто. Здесь вот как раз будет сейчас момент, я там специально вот где-то вот здесь пропадет насыщение после всего разгона и будет разрушаться какой-то, что-то, что-то, зачем пропадут насыщение больше, сейчас еще больше. Голосуем, все голосуем. Одна раздерта. Третья. Третья. Вон он, на полу по эполкности трек как-то, сущение пошло. Больше сущек, больше чем добавлять вот эти сущения. Я сейчас сделаю такую вот где-то. Переключаем, че-то чувствуешь и так далее. А что случилось-то? Где бас там? Я хочу еще что-то. Больше, ну, ощущение теряется, это неправильное как вот. Просто есть, но это как бы отстел. Как и будет он с моим? Классный! Это уже Олег в студию, мама. Тихо. Который не пришел. Он не заворачивался, взял трусами, добавил свою милую руку. Ой, по-настоящему! Тихо. 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 Давайте я поздравлю вам тантра, так выкрики выкрики. В этом кабинатные клавиши. Вращение оставить. В новой версии можно будет инфо добавлять, то есть вот так картины всякие добавить. Для тех, кто ничего не знает. Да. Можно на музыку не писать, просто моду изображать. Картинки рисовать. Илья, Илья. Илья говорил, что я говорю, что я тебе говорю. Пусть вот так, давай, Илья, давай, давай. Ну, мне надо было быстро написать. А ты сейчас, сейчас, давай. Вот, допустим, скучно же, она вот так вот тянется, допустим, да? На следующий нот. А можно как сделать, допустим, да? Вот эта вот нотка перешла к этой. И тут вот так через эти поставить. А вот это ММСЕ. На самом деле это не мой метод, я перенял уим по модулях, я изучал его модули. Он как мне потом, ой, это не миг прогресса, его модули смотрел. А потом он мне рассказал, мы как раз с ним переписывались, он говорит, я у поляков это, конечно, теперь. Все друг друга переняли, короче, не меняли. Но я обычно увижу, но увижу, но перенял. Так, взять. Так, вот так вот. Ну и можем так вот. Так вот, потом еще три отсчитываем. Опять то же самое повторять, но сейчас лучше скопюшки не вводить. Ленивый. Да. Функцию добавили, можно теперь лениться. Управо, полный рост просто. Хорошо, мне же не видно, чтобы это было. Ну, просто вверх бы уходит и все. Типа, здесь восстанавливает громкость 5, но опять же мелодия идет. Продолжаем. Ну, мне реально лень был. Ну и так же, поэтому. Ну да, пусть. Да, неюйя, неюй. Ну, неюй, 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 неюй. Нано интереснее двое фигурное. Ну, уже король пропала же. А? Пропала. В смысле пропала? А, можно перенесать! А, можно перенесать, а ты тоже пропала? Ну, там, срайте. Я просто всё не стал, когда я не стал, я ещё по всем твоим каналам предоставил. Как вариант, то есть можно ещё и так сделать, не так вот, просто повторами, а если... Короче, Серёга испортил весь ползор. Всю задумку автора. Да, задумку автора испортил. Я вот тебя знаю, как взял он дел и всё истёр, наверное, да? Да, ребят. У меня там, в принципе, плохо. Чего хочешь? Хочешь учись на этом? То есть есть вот слайд, допустим, и раньше ещё я заметил, кто-то делал такой переходик. Нота тянется, делаем здесь слайд вниз от неё. Ну, как-то удобно, не знакомо. У нас шесть, допустим, у нас получается такая штука. Да, здесь вот эту нотку устанавливаем. Последний, который у нас брал, это такое, пятое. Вот здесь вот. Но делаем век фиши. И так вот повторяем где-нибудь. Ну, тоже где-нибудь через три давайте сделаем. Ну, там это надо на слух, как бы... Интересная фиша. Да, вот так вот. И опять здесь уже восстанавливаем. После этого опять... Смотрите, на том же вопрос, как раз не высерживает вам. Научишь меня плохому. Вот. То есть, сам надо добавлять такое эхо тоже со слайдами. Типичем. Тоже интересный такой метод. Вот. Так вариант из этих. Из эхо. Чё ещё раз? Как наваливать персот. Забежи как сейкниться. Вот, нет. У меня арбеджа тоже. Кто мать? И так вот. Так что с эхом исполнится, когда я показывал. Громко, тише. Громко, тише. Я, приотвожусь. Это секрет я. И так же из этих. Тут у меня тоже всё простенько. Он спас меня с нами вообще не занимает дуус. Конечно. А, ну это же быстро надо работать. Обычно, когда я пишу третики какие-то, я накидываю тему полностью, допустим, у некоторых тоже проблема в ход в лук. Допустим, написал там какой паттерный, зависающий сидишь такой целый час. Класс, какой я композитор, супер. А дальше ещё подозвитий никакого нет. В этом плане какой подход хороший. То есть начинаешь писать разные темы, допустим, как я показал, после каналах мелодии разные. Раз написал мелодию, добавил тот самый кусок, опять другую мелодию написал. Серёж, прости пять секунд, а где Дима Бояц? Тут вот он. Всё, попалку, это уже пора. Пиши треки. Вот таким образом накидываем полностью весь трек, то есть заполнять как мелодию и придумываем вообще сам весь трек. Но не добавлять сталь, не ехать, не добавлять, как я показал, не вот эти вот сталь, даже барабаны можно пока не выравнивать, чтобы они чётко звучали. Можно просто примерно накидать для себя, как эта картинка должна быть звучать. То есть мелодия, переходы и всё эти. Когда всё готово, тогда можно, ну, можно же в этом месте осталось время переделать или сделать деталь, когда эти все поправить, добавить ехло уже, там, как по вкусу. Можно в каких-то местах добавлять, какие-то не добавлять, а то на ММСЕ будете похожи, опять же, где я всё заполняю, в месяц, в одном месте, да, там, мать, МЕХА. Вот. Ну и больших всяких вариантов. Ну, так вот можно выйти и звук, на самом деле. Там есть «Ярский Космикай», вот тогда другая тема, короче. Ты, там, накидал попросить кого-нибудь, что-то хреново звучит, и пошёл я с тобой. В самом начале, когда я пытался мелодию писать, то есть была такая проблема, что думаю, а как вот я вот сейчас написал, давайте, ну, четыре аккорда вот этих, они играют, я мелодию придумал, написал, а как, а что дальше-то писать? Я думаю, и чтобы оно было как-то совпало, вот оно красиво звучало с тем, что я написал до этого. У меня звучит-то нормально. Ничего, да. Ты просто сохранила, пожалуйста. Я думаю, на самом деле, на самом деле, я поняла сам, я поняла сам. Ну, просто, да. Ты, как бы, добавляешь то же самое, у тебя аккорды все сразу же сам идут, и ты другое не напишешь уже, ну, не отойдёшь, в принципе, от этого, и будешь продолжать в этом же русле, только по-другому тем придумываешь. Ну, очень помогает в этом, такой синтезатор там. Сейчас виртуальный, там, когда ты можешь в дар запустить, что-нибудь при пилоте, включить форт, музыка будет на фоне играть, я так часто делаю. В фэлл-студе, допустим, добавляешь тональник, такой чистый, как обычный, и на нем он что-нибудь придумываешь. Я тоже беспокоюсь, ты нельзя с фото записать, что ты раз включил, и затем... Ну, здесь вот, да, мы будем вами пинать, чтобы он нам сделал все с миди, можно было забивать. Да, это будет трейкер, а как работает, что в миди клава? Да, кстати, работает. Миди клава работает, она работает, когда она все движется, она не работает, она может только водить. Аааа, ну, хотя бы примерно можно надвинуть, а потом раздвигать, как надо тебе там. Ну, вот этого нет, то есть в реальном времени, пока все движется, минуты не вставляешь от миди клава, ты можешь только бивать, как от руки только на миди клава. Я понимаю, но ты, если вот так сделать, при такой скорости ты не будешь попадать, потом все равно выправлять? Ну, там выправлять по-любому, да, но ты не будешь так вот сидеть по патрону власти и какие-то лодки нажимать, это неудобно, так быстрее поднамить просто. По центу попадания, то на рынке должна быть просто реалтайм. Реалтайм. Реалтайм у нас. Да. Естественно, если в одном секрете сделать, такое же. Ну, в общем-то, это такая тема. Сережа молодец. На этом, думаю, все равно. Спасибо. Серега, ты молодец. Блин, ты вот объяснил так, как вот никто не сможет так стать. Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...